Здравствуйте! Меня зовут священник Иоанн Тераутс, и это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет». Сегодня мы будем разбирать вопрос, как же стать щедрым. На страницах Священного Писания мы не раз встречаемся с повелением Господним, с заповедями Божиими, связанными с тем, чтобы стараться благотворить людям, которые в этом нуждаются, и участвовать вообще как можно больше в социальной жизни окружающих, помогать в их бедах, нуждах и прочее. Иногда мы слышим достаточно серьезные и страшные слова о том, что и Господь не будет слышать нашу молитву, если мы не будем слышать вопль человека, который нуждается. Об этом говорит и Ветхий Новый Завет. Обратим внимание на 20 главу Деяний Святых Апостолов на 35 стих. «Во всем показал я вам, что так, трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа и Иисуса, ибо Он Сам сказал блажение давать, нежели принимать». Мы не находим на страницах Нового Завета слов, которые бы обращены были именно к этому тексту. Однако эти слова явно говорил сам Христос, потому что на это ссылается его апостол. Итак, давайте с вами рассуждать, как же нам стать щедрыми и вообще в чем будет это заключаться. Дело в том, что благотворительность не всегда связана с деньгами. Иногда она связана с нашим участием в жизни другого человека тем или иным образом. Сегодня существует много людей, которые нуждаются в нашей помощи не только финансовой, но и даже моральной. Это поддерживает их и дает им силы к дальнейшей жизни. Более того, да, действительно, очень часто наша помощь должна заключаться в каких-то материальных благах. Но в данном случае не всегда в ход должны идти денежные знаки. Почему? Давайте порассуждаем. Существует первохристианская литература, среди которой особенное место занимает пастырь Ерма, скорее всего, относящаяся к одному из харизматических учителей первых веков христианства. Книга «Пастырь Ерма» как раз-таки говорит о том, что давай каждому, не рассуждая, на что он потратит данные средства, потому что это будет уже его мера ответственности. Однако большая часть святых отцов и даже священный текст говорит нам о том, чтобы мы знали, зачем мы даем человеку те или иные средства, чтобы мы с вами рассуждали на эту тему. И сегодня, думаю, что самым лучшим вариантом будет, например, благотворительность адресная, частная, когда мы понимаем, зачем и кому мы даем. Если мы обратим внимание на церковную публицистику XIX века, то встретим, что иногда архиереи и в будущем святители российские говорили о том, что очень важно, например, подавать и для церковного устроения, строения церковных зданий, училищ, либо каких-нибудь социальных церковных учреждений. Это тоже один из вариантов подачи медостыни. Далее, сегодня существует много фондов, которые помогают людям, попавшим в трудную ситуацию, может быть, одиноким матерям и так далее и тому подобное. Эти фондами можно тоже пользоваться. Люди, которые в них работают, чаще всего понимают, чем они занимаются, и стараются каждого просителя проверить на искренность и действительную надобность им тех или иных средств. Но все-таки как же стать щедрым, как же начать давать? Любая добродетель начинается с того, что мы идем против нашего естества. Грех настолько вошел в нашу жизнь, грех настолько поразил нашу восприимчивость к духовному, что он сковал нашу волю, и поэтому, когда мы творим дела благие, то, соответственно, мы поступаем против нашего естества. Поэтому сначала необходимо себя заставить это делать. Впоследствии будете получать большое удовольствие, благотворя другим людям, видя, что им действительно это необходимо. Вторая очень важная вещь – это то, что мы с вами приобретем навык. Господь заложил в нас с вами, в людей, возможность привычки к тем или иным вещам. И иногда привычка воспринимается как что-то плохое, но не в качестве добродетелей. Когда мы с вами делаем дела любви, когда делаем дело добродетели, то мы можем привыкнуть, и она не будет уже вызывать таких у нас проблем. И помнить о том, что мы с вами не будем забыты Богом, не скудеет рука дающего, говорится в Священном Писании. Это ответ на вопрос для портала Экзегет. Ислам немецкий момент. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...